Здравствуйте! Мы продолжаем видеокурс «Некоторые математические вопросы теоретической физики». Курс этот поддержан Фондом развития теоретической же физики БАЗИС. И сегодня будет лекция 20, и она же пятая за второй семестр. В прошлый раз мы выяснили, мы ввели функции х плюс, минус и ноль в произвольной степени лямбда. Это их представление через известные нам функции заключалось в следующей формуле. х плюс экспонента плюс, минус и пи лямбда, х минус в степени лямбда. Это первое. И дальше мы вычислили Фурье преобразование функции х плюс и ноль в степени лямбда. Так я обычно писал, как функция от К. А это равнялась и экспонента и пи лямбда пополам, в гамма от лямбда плюс один и функция К плюс и ноль в степени минус лямбда плюс один. Где ее представление через К плюс и минус в степени лямбда будет ровно таким же. Так, затем я стал вычислять преобразование Фурье вот такой функции. Я стал вычислять Фурье образ функции х плюс в степени лямбда. Вот. И это правильная формула. Я ее выводил. Все, что я вывожу, это правильно. А то, что я пытаюсь вспомнить из головы, может содержать ошибки. Затем я стал выводить формулу вот такую. И зачем-то для нее вспомнил про Фурье образ сопряженной функции, хотя никто не доказал, что х минус лямбда является сопряженной к х плюс лямбда. Зато вместо этого мы можем заявить следующее, что функция х минус лямбда это модуль х в степени лямбда на тета от минус х. Это отражение функции х плюс лямбда. Тета от х. То есть это функция зеркальное отражение относительно оси у. Если у нас есть вот такая, а здесь ничего не было, то мы ее отражаем, получаем вот такую же, а здесь ничего нет. Иными словами, если у нас есть Фурье образ прямой функции какой-нибудь f от х, и его Фурье образ прямой как функция от k, то есть это функция f стильды от k, и она нам известна, то давайте попробуем вычислить Фурье образ функции f от минус х. То есть функции какой-нибудь g от х, которая представляет собой отражение функции f от минус х. Отражение функции f от х, то есть f от минус х. Вычисляем Фурье образ функции g от х как функцию от k, подставляем в наш любимый интеграл экспонента икх, g от х до х, от минус до плюс бесконечности. И, конечно же, подставляем теперь вот это тождество от минус до плюс бесконечности, экспонента икх, f от минус х до х. В этом интеграле делаем замену переменных х штрих, там равняется минус х, конечно же. Получаем интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, экспонента минус икх штрих, функция f от х штрих, dx штрих. Ну и это равно, конечно же, функции f стильдой от аргумента минус к. Так, а нас интересует несколько другое. Мы, в принципе, это тоже может пойти, но проще вот отсюда простратовать, отсюда, и вспомнить, что экспонента с минусом это комплексно сопряженная функция экспонента с плюсом. Поэтому вот я продолжаю вот это равенство сюда. Это будет экспонента икх штрих с плюсом. Дальше сопряженная от фурье, ой, сопряженная от f от х штрих, dx штрих, и все это комплексно сопряженное. Давайте вот так сделаем. Ну, проверьте, что... Проверьте вот отсюда сюда. Прямым образом получается вследствие того, что двойное сопряжение возвращает исходную f. Так. Получаем. Да, теперь мы... Теперь вот как раз мы вспоминаем, что наша функция f, которую мы... Прямая f от х, она действительно значная. Поэтому... Поэтому вот я уже пишу в нашем случае... Давайте я высказательный знак поставлю, что это не общий уже случай. В нашем случае f со звездочкой от х штрих будет равняться себе же экспонента икх штрих f от х штрих dx и все это комплексно сопряженное. Получаем f с тильдой от k и все это комплексно сопряженное. Давайте сверху я... Сверху черту поставлю. Иными словами, в фурье образ этой штуки мы должны взять сопряженное верхнему выражению. Получаем минус и экспонента минус и пи лямбда пополам гамма от лямбда плюс 1 k минус и ноль минус лямбда плюс 1. Ну и для целых давайте напишем. Если лямбда это целое, а еще лучше натуральное, да, натуральное, то тогда значение вот такой функции мы знаем. Я напомню, что мы его выводили, а именно дифференцируя формулу Сахотского k плюс минус и ноль равнялось единице на k, где k главная единица на k в смысле главного значения по каши минус плюс и пи дельта от k. Поэтому дифференцируя ее, ну давайте сразу лямбда раз, чтобы получить лямбда плюс 1, не лямбда даже, хорошо, лямбда принадлежит n и равняется n, пусть будет n, вот, чтобы отличать общий случай с лямбдой от привычных в литературе буквы m и n для целых чисел. Так, значит, n раз дифференцируем, получаем минус единица в степени n, n факториал, нет, сейчас, да, n факториал, и делить на k плюс минус и ноль в степени n плюс 1 равняется тот же числитель минус единица в степени n n факториал k в степени n минус плюс минус плюс и пи дельта n от k. Ну, соответственно, отсюда получаем, здесь я напишу, что k плюс минус и ноль в степени минус n плюс 1 равняется k в степени минус n минус плюс и пи минус единица в степени n на n факториал дельта n от x от k. Ну, вот, соответственно, оба этих значения будут равны и получаем вот для этих двух формул их значения при λ отрицательном я писал, что это при λ вот здесь я предполагал, что λ это положительное число вот а саму формулу применял к отрицательному к да, вот так вот, правильно соответственно, в этой формуле мы должны положить λ равно n да, так, получаем фурье образ x плюс-минус степени n это плюс-минус i так, так, экспонента плюс-минус и π λ пополам, так, k плюс-минус и ноль в степени минус для, так, давайте сначала для λ напишем, λ плюс-минус так, и вот это выражение вот это выражение будет плюс-минус и экспонента плюс-минус и π λ пополам, так, если, это выражение, если λ не натуральное, умножить, да, где-то гамма функции еще потеряны, гамма от λ плюс-минус, конечно, гамма от λ плюс-минус, умножить на k с плюсом в степени минус λ плюс-минус, 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 экспонента минус и π λ плюс-минус на k-минус в этой же степени λ плюс-минус, ну и можно привести экспоненты, здесь вместо λ плюс-минус написать минус и, так, значит, экспонента в степени минус и π, нет, экспонента в степени минус и π это единица, так, сейчас, ну ладно, не будем пока так делать, пока вот оставим вот в таком виде, а потом проверим с чем-нибудь, вот, а если λ равняется n, то Fourier образ x плюс-минус степени n, как функция от k, это плюс-минус и, экспонента плюс-минус и π n пополам, так, гамма от n плюс 1 это n бактериал, дальше, и подставляем вот эту скобку, k в степени минус n минус плюс и π минус единица в степени n на n бактериал, дельта n производная пока, так, ну вот n бактериал можно немножко сократить, во-первых, вот так, n бактериал можно сократить, я стираю, это первое, а во-вторых, вот эту часть можно упрощать в зависимости от, ну и вот этот множитель, в зависимости от того, четная или нечетная функция, четная или нечетная n, ну и так далее, значит, если n у нас четная, n равняется 2k, ну-ка уже было, хорошо, 2l, 2l, то экспонента плюс-минус i pi l так, это минус единица в степени l, вот, а если n равняется 2l плюс 1, то экспонента плюс-минус i pi ip пополам 2l плюс 1, ну, в общем, 1i можно вынести, да, 1 получится плюс-минус i, и дальше экспонента от четного числа моего, вот оно написано, минус единица в степени l. Так, вот, вот такая формула получается, в общем, дальше уже можно преобразовывать ровно по всем тем формулам, которые у нас были. так, и давайте теперь, исходя вот из этих двух, введем, вычислим их полусумму и полуразность этих двух. Да, кроме того, если видно, что если поделить обе части на гамма от лямбда плюс 1, то будут фурии в образ нашей любимой функции фи лямбда с плюс минус от х, которыми мы баловались последние три примерно семинара как функция от k, это вот они. В общем, будет все то же самое, только без гаммы. плюс-минус и экспонента плюс-минус и лямбда пополам на k плюс-минус и ноль в степени минус лямбда плюс 1. Так, теперь давайте то же самое сделаем для суммы. Так, я напомню, что сумма этих двух шток это модуль в степени лямбда, модуль х в степени лямбда. Так, берем их сумму, получаем, в чем получаем. Да, вот здесь проще, наверное, их разложить. Так, проще их разложить, каждую из них, все-таки, и вспомнить, что я говорил так, вот на эту тему. Так, еще разочек, давайте проверим. Давайте еще разок проверим. Если если х больше нуля, так, если х больше нуля, то х плюс и 0 в степени лямбда, понятно, что это х степени лямбда. А если х меньше нуля, то х плюс и 0 в степени лямбда, значит, вот модуль нам даст модуль х степени лямбда, а аргумент фаза будет экспонента и пи с плюсом лямбда, все верно. Да, не знаю, я не виноват, так получается. Так, в результате давайте еще раз я эту формулу напишу, вот эту, все-таки для произвольного лямбды равняется плюс-минус и экспонента плюс-минус и пи лямбда пополам. так, так, к с плюсиком минус лямбда плюс 1, так, плюс экспонента плюс-минус и пи лямбда плюс 1, к с минусом в степени минус лямбда плюс 1. так, вот получается такая вещь, поэтому для их суммы получается следующее, я продолжаю, вот это равняется, мы складываем те две формулы, получаем, так, мы складываем, хорошо, и экспонента плюс и пи лямбда пополам, к плюс, в общем, этот к плюс мы вынесем, получается минус и экспонента минус и пи лямбда пополам, все умножить на все умножить на к плюс минус лямбда плюс 1, так, и вторая часть будет плюс и экспонента минус и пи лямбда пополам умножить умножить экспоненту с плюсом и пи лямбда плюс 1, так, умножить, так, теперь минус и, ну, в общем, минус комплексно сопряженное, да, все будет, экспонента минус, то есть, наоборот, да, минус и пи лямбда пополам на экспоненту минус минус, сейчас, а почему минус, а, минус, потому что минус, сейчас, минус на минус, почему минус, не знаю, плюс на плюс, минус на минус, че-то, что-то меня клинит, ребят, и пи лямбда плюс 1, так, к минус, минус лямбда плюс 1, вот, так, получаем, получаем, 2 пи на синус всего этого, получаем, минус, синус и пи лямбда пополам, на к с плюсом минус лямбда плюс 1, сейчас, разность экспонент, это 2 пи, нет, это 2 и, извиняюсь, первых, двойка, так, так, и плюс, теперь получается здесь и отсюда, дальше мы выносим, тут тоже минус, так, ну, давайте приведем и вынесем, здесь приведем экспонента, так, вот где-то я обманул, да, обманул я вот здесь, у нас все это было в отрицательных степенях, поэтому здесь минус плюс, вот, вот где обманул, честно, честно скажу, здесь был плюс-минус, а степень лямбды была минус лямбда плюс 1, вот, к сожалению, да, я вас обманул, поэтому вот эту штуку мы тоже потом пересчитаем, так, тогда давайте еще раз приведем здесь, получаем плюс-минус и экспонента плюс-минус экспонента плюс-минус и пи лямбда пополам на к с плюсиком минус лямбда плюс 1 лямбда минус-минус плюс-минус экспонента в любом случае это минус 1, да, я имею в виду вот эту единицу и вот этот вот плюс-минус и остается с минусом и тут и пи лямбда наоборот, получается экспонента минус плюс и пи лямбда пополам к с минусом лямбда плюс 1 вот вот такая формула получается так что давайте для суммы разности действовать по-другому будем этот я аккуратненько сотру значит для итак мы складываем те две формулы получаем и экспонента плюс и пи лямбда пополам из второго получаем минус экспонента минус и пи лямбда пополам вроде бы то же самое так все это умножается на к с плюсиком минус лямбда плюс 1 дальше плюс ну вот можно сразу минус минус и экспонент экспонента ну в общем наоборот все будет да там все отрицательное а тут положительное в общем все наоборот будет все наоборот будет к минус минус лямбда плюс 1 в общем так сейчас наоборот да давайте я наоборот напишу все-таки минус и пи лямбда пополам минус минус экспонента плюс и пи лямбда пополам так равняется здесь у нас получается в скобке это скобка 2 и синус а это скобка минус 2 и синус так в результате получаем минус 2 синус и пи лямбда пополам к с плюсиком минус лямбда плюс 1 дальше минус минус и 2 и тоже минус минус 2 синус то же самое и пи лямбда пополам на к с минусом минус лямбда плюс 1 получали равняется минус 2 синус пи лямбда пополам а зачем я и пишу здесь кто кто знает нет просто синус пи лямбда пополам и стоит сумма к с плюсом минус лямбда плюс 1 плюс к минус минус лямбда плюс 1 их сумма разумеется нам дает модуль к степени лямбда плюс 1 пи лямбда пополам на модуль к к наверное конечно же я опять гамма функцию пропустил да к в степени лямбда плюс 1 и опять же вот эта гамма функция мы ее всюду здесь потеряли умножить на гамма умножить на гамма гамма от лямбда плюс 1 и здесь на гамма от лямбда плюс 1 вот такая функция получилась как видите она действительно значная получилась степень здесь конечно же минус лямбда плюс 1 так и как видите она зависит от от лямбды тем образом что лямбда у нас не целая а если же у нас модуль x так да а формулу вот эту я написал правильно для потому что вот здесь это экспонент она не затрагивала нее мы действовали непосредственно вот из представления вот этого так теперь что хотим сказать если если вдруг мы разделим вот эту x на какую-нибудь гамму от лямбда плюс 1 пополам а я напомню что мы нормировали мы получали из функций x плюс лямбда x минус лямбда и их полусумы полуразности сигном x мы получали целые функции делением на правильно отнормированные а именно phi лямбда плюс это был x плюс лямбда на гамма лямбда плюс 1 x минус лямбда тоже самое было x плюс модуль x в степени лямбда у нас был мы делили на гамма от лямбда плюс 1 пополам так чтобы у нее были полюсы только в нечетных отрицательных лямбдах лямбдах в общем это не phi мы ее пока никак не обозначали модуль x степени лямбда но давайте ее теперь обозначим какой-нибудь буквой ну хорошо хи хи с индексом лямбда вот так так а вот эту функцию мы делили на даже пока не хи пока никак не будем обозначать а эту мы делили на сигнум x на гамма от лямбда плюс 2 пополам и она имела полю точнее не так числитель имел полюсы только при отрицательных четных лямбда и мы его мы это убивали вот этой гамма функции с такой нормировкой поэтому исходя из этого можно сказать следующее что если мы вдруг случайно поделим левую и правую части этого выражения на ту самую гамму от лямбда плюс 1 которая здесь давайте посмотрим что будет f от модуля к степени лямбда на гамма лямбда плюс 1 пополам равняется минус 2 синус пи лямбда пи лямбда на пи лямбда асинус пи лямбда пополам модуль к в степени минус лямбда плюс 1 и отношение гамма функции лямбда плюс 1 на гамма от лямбда плюс 1 пополам мы формулу для произвольных лямб не выводили формулу удвоения гамма функции но в принципе в принципе она была мы выводили только для целых и полуцелых и обобщали ее для всех остальных ее вывод я к ее выводу для произвольных я отсылаю читателя и слушателя к учебникам а формула такая получается гамма от 2х это 2 в степени 2х минус 1 на корень из пи гамма от х гамма от х плюс 1 вторая ну а теперь вместо 2х мы подставим лямбда плюс 1 лямбда плюс 1 это будет 2 в степени 2 лямбда на корень из пи гамма от лямбда плюс 1 пополам и гамма от лямбда плюс 2 пополам теперь подставляем все это сюда все это отношение равняется минус 2 синус пи лямбда пополам модуль к в степени минус лямбда плюс 1 дальше 2 в степени 2 лямбда дальше в знаменателе корень из пи и в числителе гамма от лямбда плюс 2 пополам теперь мы двоечки объединим так мы теперь значит минус 2 в степени 2 лямбда плюс 1 на корень из пи синус и лямбда пополам модуль к минус лямбда плюс 1 и гамма лямбда плюс 2 пополам так вот теперь теперь мы домножим обе части на 2 в степени минус лямбда так и здесь получится вот вот так лямбда так вот так что это означает это означает что с точностью до вот что если назначить вот какой-нибудь да это означает следующее что если назначить какой-нибудь вот все то что здесь стоит функцией хи с индексом лямбда то фурье образ функции хи лямбда в от х будет пропорционален ну в общем с точностью до вот синусов и прочих будет пропорционален функции хи минус лямбда плюс 1 от к вот а преобразование гаммы можете дома проверить будет соответствовать ну то есть когда когда вместо лямбда мы подставим я имею в виду вот в эту формулу отрицательную будет соответствовать преобразованием гамма функции в общем это как бы задание проверить так хорошо теперь давайте поговорим да ну а а фурье образ разности этих двух ну давайте вычислим фурье образ разности вот этих двух выражений это нам даст модуль х степени лямбда синус сигнум х равняется значит мы берем разность давайте я вот тут буду рисовать вместо сумм разность вместо сумм разность получаем здесь плюс и здесь плюс получаем вместо здесь получаем два косинуса два косинуса здесь получаем тоже два косинуса два косинуса поэтому вместо минус два мы пишем плюс два и вместо синуса пишем косинус косинус вместо косинус здесь косинус два и косинус и вместо разности то есть вместо суммы пишем разность да вот она мин вот она так в результате получаем получаем ну то что значит вместо минус два пишем плюс два и вместо синуса пишем косинус здесь вместо суммы пишем разность и получаем функцию то же самое да ну гамма функция там гамма от лямбда плюс один всюду и получаем плюс двоим косинус пи лямбда пополам на модуль и на сигнум к вот все с фурье образами мы разобрались это очень интересно но рутинно теперь давайте поговорим о более интересных вещах а именно о сферически симметричных обобщенных функциях и о самой главной из них степенной функции r в степени лямбда то есть мы рассматривали функции одного аргумента и одного переменного x они выражались через четыре основных если их отнормировать то получались четыре целые функции и так далее теперь будем рассматривать обобщенную функцию r в степени лямбда разумеется она r это у нас радиальная координата в пространстве r n в евклиде нмерном x и t в квадрате одна вторая так это первое и второе что я хотел сказать что как обобщенную то есть мы рассматриваем r в степени лямбда как обобщенную функцию она соответственно действует на какую-то основную функцию которая зависит от вектора r давайте я буду вектор писать со стрелочкой чтобы отличить его от радиальной координаты r значит это корень квадратный из скалярного произведения r на себя так и такая обобщенная функция действует на какую-нибудь основную функцию фи от всех аргументов ну конечно же как интеграл по r n r в степени лямбда фи от r dnr да dnr в хорошем смысле этого слова конечно так теперь что это такое ну конечно же мы можем преобразовать то есть это определение теперь если мы преобразуем да мы видим что вот эта функция в явном виде задает в явном виде зависит только от радиальной координаты r вообще я не разбирал отдельно и подробно линейные преобразования обобщенных функций давайте я небольшое лирическое отступление сделаю и вкратце расскажу то есть какие бывают у нас линейные преобразования пространства rn допустим ну их можно свести к поворотам повороты это ортогональные преобразования давайте это ортогональные преобразования так сдвиги сдвиги они тоже у нас не меняют не меняют модулей векторов и если надо где можно применить преобразование подобия то есть раздуть дилатацию x x' равняется λ x где λ не равно 1 где λ действительно число вот такие у нас основные да ну отражение еще да отражение еще отражение то есть x' равняется минус x ну либо весь вектор либо какая-то часть координат тогда будет отражение относительно какой-то плоскости так вот такие у нас свойства не свойства а такие у нас преобразования линейное преобразование пространство рн вот соответственно если преобразование если x' это ax в векторном смысле мы пишем где а это линейное преобразование ну или соответствующая ему матрица ну например в ортогональном базисе тогда наша обобщенная функция f какая-нибудь которая зависела от всех давайте я вместо r и стрелочек буду обычные x'ы писать да а потом мы уже к сферически симметричному случаю придем значит f от x у нас была она действовала на фи как от x как некоторый формально записанный интеграл то есть мы помним что это формальная запись а как конкретно действует зависит от того что это за обобщенная функция но по крайней мере мы знаем что если обобщенная функция f соответствует некоторое некая локальная интегрируемая функция f то такой интеграл имеет место быть и он определен теперь если у нас было преобразование координат ну например ну давайте простой пример одномерной дельта функция дельта функция от какого нибудь аргумента от сдвинутого аргумента x минус а вот она действует начнем с примера она действует на обобщенную на основную функцию фи фи дельта ой дельта как фи от а или что то же самое как дельта функция от x действующая на функцию фи от x плюс а вот так иными словами сдвиг функции определяется обратным действием сдвиг сейчас сдвиг в аргументе обобщенной функции сказывается на обратном действии в аргументе основной функции ну и так далее можно любую функцию вместо дельты написать хорошо вместо дельты можно написать любую функцию f тогда вот это уже не будет равенства но если в интеграле вот в таком теперь я запишу все то же самое f от x dx и в нем сделаю замену переменных x минус а равняется x штрих то мы получим интеграл мы получим интеграл фи от x штрих фи от x штрих плюс а dx штрих что равняется тому что здесь написано если мы написанную дельту заменим на произвольную локальную интегрируемую f соответственно по нашей договоренности у нас формулы которые получаются для локально интегрируемых обобщенных точнее для регулярных функционалов то есть которые соответствуют локально интегрируемым функциям играющим роль интегрального ядра мы эти формулы аккуратно переносим на все обобщенные функции действующие в достаточно хороших пространствах основных функций например на функциях умеренного роста так или там на быстро убывающих функциях или что еще приятнее на фенитных функциях так теперь в общем виде то же самое мы можем сказать что функция от обобщенная функция от какого-нибудь переменного преобразованного x а x пусть будет действует на основную функцию φ таким же образом если мы вместо x теперь напишем обратное преобразование а-1 там x' скажем x' штрих то мы получим интеграл f от x' значит функция φ от обратного преобразования а-1 x это все векторы x' 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 dx' y' kb-e а-1 преобразование Ну то есть определитель матрицы А-1, ну то есть знаменатель единицы на модуль А, на определитель А. Вот так. Вот, это действия всех общих преобразований линейных, а мы их договорились все делить на суперпозицию вот простых, сдвигов, поворотов, отражений и дилатаций. Ну то есть дилатация это раздувание. Так, раздувание вектора в лямбда раз. Вот, соответственно симметрия обобщенной функции будет соответствовать, симметрия относительно преобразований координат, симметрия вот такого интеграла будет определять симметрию обобщенной функции. Ну, в частности, если функция инвариантно относительно, как обобщенная функция, относительно сдвигов на вектор, то ее можно назвать периодической функцией с таким периодом. Ну, и так далее. Если функция инвариата относительно любых поворотов, там каких-нибудь лямбда мини, которые действуют в пространстве РН, то такую функцию можно назвать сферически симметричной. Особо приятным частным случаем сферически симметричных функций является функция, когда обобщенная функция соответствует локальной интегрируемой функции F. Обобщенная функция F соответствует локальной интегрируемой функции F от X векторная, сейчас я уже пишу векторы, которая зависит только от одной радиальной координаты R в полярных координатах. F от R. В таком случае нетрудно проверить, что в явном виде такая обобщенная функция является сферически симметричной, что, впрочем, наверное, очевидно. Так, ну вот пока капитан очевидность наш рыдает за то, что у него отбирают хлеб, мы перейдем к наиболее важной функции, а именно вот такой. Ну, разумеется, функция F от R, если она не там на сфере, внутри сферы не сингулярна, можно разложить в ряд Тейлора по R. Ну, получим F0 плюс F'R на R и так далее. В общем, обычный одномерный ряд Фурия получается, ой, ряд Фурия, ряд Тейлора. И вот коэффициенты R лямбдовые в нем, ну, коэффициенты в нем будут Rn с целыми n, но мы можем рассматривать и с произвольной степенью лямбда, главное, чтобы это число было действительным. Так, итак, по определению того, что мы предъявляли к обобщенным функциям, совпадающим с локально, точнее, соответствующим к локально интегрируемым функциям, мы пишем определение R в степени лямбда вот так вот, и давайте проверим, собственно, что это такое, что это за функция. Да, а здесь, значит, сдвиги дают нам периодически, инвариантность обобщенной функции относительно сдвигов дает нам периодическую обобщенную функцию, функция нужным образом, зависящая от степеней лямбда, логично назвать однородной, так же, как и обычную функцию. То есть, если f от лямбда x, x-вектор, равняется лямбда в степени k, f от x, где преобразование обобщенной функции нужно понимать именно так, как она обратным образом действует на основную, то такую функцию разумно назвать однородной, однородной обобщенной функцией порядка k. И проверьте дома, на каком-нибудь примере, выполняется ли, это домашнее задание, выполняется ли уравнение Эйлера для формулы Эйлера для однородных функций. Так, ну, как она получается? Вот, допустим, f это основная функция, и она дифференцируема как минимум один раз по всем аргументам. Тогда, если мы возьмем производную по лямбда обеих выражений, мы получим k в степени лямбда k-1 f от x справа, и мы получим сумму x и тэх, df от всего аргумента, там какой-нибудь z, от полного аргумента по dx и тэх. Ну, давайте просто именно лямбда x напишем. Вот так. Ну, и теперь, если мы положим в обеих частях равенство лямбда равно 1, мы получим сумму x и тэх на d по dx и тэх функции f равняется k f к f от x. f от x, где x векторная, это вот вся совокупность этих x и тэх. Ну, и кто, наверное, уже особо внимательно догадывался, вот эта штука, это скалярное произведение вектора x на вектор градиента. f равняется k f. Ну, или в еще более емкой записи век x дельта минус k все подействованное на f равно нулю. Вот. Проверьте дома на каком-нибудь примере, а какой-нибудь пример у нас сейчас будет. Я, как бы, опять немножко отстранился вот от того, с чего начал, но тем не менее. Давайте рассмотрим дельта функцию n-мерную. Дельта n-мерную. Чему она равна? Там, от вектора x. Конечно же, она равна произведению, если x это декартовые координаты, то она равна произведению дельта функции от x и тэх по всем им, от единицы до n. И, конечно же, степень ее однородности чему равняется? Вот рассмотрим дельта n-мерная от ax. Какая-нибудь. Вот так. Ну, конечно же, мы знаем, чему равняется степень однородности, чему равняется это выражение для произвольного набора произведений. Но, допустим, мы это не знаем. Мы действуем этой функции на произвольную тестовую функцию fiat x. Интеграл. По всему rn-ному. dnx равняется. Как обычно, делаем замену переменных. Ах равняется х штрих. Так. Якобиан такого преобразования, ну, то есть, х равняется х штрих на а. Якобиан такого преобразования, это скалярная матрица единица на а, единица на а и так далее. То есть, единица на а на единичную матрицу. Поэтому ее определитель, это единица на а в степени n. А дальше стоит дельта. Та же самая мерная от х штрихованного вектора. И φ от х штрихованный вектор, деленный на а. Вот так. dnx. Ну, а это по определению, этот интеграл, это φ, там, где мы вместо х штриха поставили все нолики, получим φ от нуля. А φ от нуля, это единица на а в степени n, дельта, n мерная от х, на φ от х. А слева у нас стояла дельта от ах, n мерная, на φ. Сокращая φ в обеих частях в силу произвола, мы получаем равенство в смысле функционалов дельта n от ах, n мерная, равняется единице на а, n дельта от х. Ну, и, конечно же, если бы мы расписали это в декартовых координатах, мы бы получили то же самое, поскольку каждая такая нам бы дала в знаменателе А. Вот. Отсюда следует, что дельта функция является однородной функцией, и посмотрите, выполняется ли для нее, ну, наверное, стоит взять n больше или равно 2, в случае, поскольку одномерно, я думаю, очевиден будет, выполняется ли для нее уравнение Эйлера, формула Эйлера. Так, теперь вернемся к обобщенной функции r в степени лямбда. В таком интеграле dnr на самом деле dnx. А, ну, хорошо, r, ладно. Нет, лучше все-таки x писать. Будем x писать. Вместо x у нас будет вектор, а r, фи, это дополнительные углы и фи, это его полярные координаты, которые мы всегда можем ввести в евклидовом n-мере. Это уже было на семинарах. Так, что это означает? Что мы вводим сферическую систему координат, тогда у нас элемент объема равен r в степени n-1, 1 dr, и все углы n-1. Явное выражение через углы тоже было. Это стоит элемент площади соответствующей сферы, n-1. Так, это выражение тоже было. Подставляем его сюда. Получаем интеграл. Верхний интеграл dr будет. Дальше r в степени n-1. Дальше r в степени лямбда. Вот она. Это все зависит только от радиальной координаты r. И дальше интегрирование по единичной сфере sn-1 функции φ, в которой есть r, и остальные углы. r и остальные углы. Я их называл, эти дополнительные углы, фитоальфовые, фитоальфовые и азимутальный угол φ. Напомню, что вот все фиты бегают от нуля до π, а φ бегает от нуля до π пополам. До 2π, извините. Так. Вот. Мы выяснили, что у нас две одинаковых буквы. Давайте вот угол азимутальный будет φ вот такая вот. Во. Вот так. Вот так вот. В латехе, если кто пользует этой системой, вот такая буква обозначается командой φ, а вот такая буква обозначается командой варфи. То есть, как бы переменная φ. Так, вот. Ну, грубо говоря, вот эту штуку я написал и объяснил примерно в последний раз. Она нам особо не понадобится, но тем не менее она есть. Я имею в виду азимутальный угол. Так. И мы интегрируем все это по углам, по углам, то есть, по сфере с элементом объема n-1. Я говорю, элемент объема это то же самое, что элемент площади. Я думаю, это не должно вводить в вас заблуждение. Ну, то есть, вот, площадь, если мы возьмем, например, нашу любимую сферу S2, вложенную в Евклид R-куб, то единичная сфера x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равно единице. На ее поверхности как бы мы считаем это площадью, но с точки зрения интегрирования формы объема, там будет объем. Двумерный объем этого многообразия. Так, хорошо. В общем, с терминологией я почти разобрался. А вот с тем, что здесь стоит, не очень. Теперь, смотрите, если у нас явная зависимость от радиальной координаты и от каких-то углов, да, теперь, если вдруг мы введем нормальный вектор n, вот такой, который бегает вот как раз по нашей давайте n большое видим, n большое вот такое, он бегает как раз вот по сфере, по единичной сфере s n минус 1, то есть n квадрат скалярный равен единице, а и описывается он, соответственно, вот эти, этими n минус одной координатой, n большой минус, нет, n малая минус одной координатой, вот так. Соответственно, можно вектор x, который вот стоит здесь, вектор x, представить как произведение r на вот этот вектор n, ну вот вектор исходный, вот так. Единственное, что этот вектор у нас заглавный n обозначается, вот так. Иными словами, этот интеграл равен интеграл от нуля до бесконечности dr r в степени n минус 1 плюс λ, здесь стоит интеграл по единичной сфере n минус 1, n минус одномерный, здесь стоит функция φ от вектора r скалярная на n векторная, вот так. И d омега n минус 1, можно еще в скобочках от n написать, что именно все эти вектора единичной вот по этому объему и соответствует. Так, что в результате получается? Получается, что если мы вынесем, что во внутреннем интеграле, интеграл, если мы вынесем площадь соответствующей сферы n-1, вот так, то выражение вот такое φ от rn d омега делить на омега n-1 будет являть собою некое среднее значение функции φ на поверхности сферы радиуса r. Так, вот среднее угловыми скобочками обозначу, среднее по сфере и оно зависит от радиуса r. Вот так. Потому что если мы произвольную несферически симметричную функцию, точнее, даже наоборот, непостоянную будем по разным сферам усреднять, то, конечно же, будут разные числа. Итак, это число зависит как функция от r. А давайте вот прямо вот так и напишем. Итого получается, что наш интеграл равен давайте эту букву какой-нибудь обозначим какой-нибудь буквой. Пусть будет лямбда усреднение по углам по n. Вот так. Нет. Хорошо. Усреднение по сфере лямбда зависит в явном виде от r. Вот так. Вот. С обозначениями мы разобрались. Так. И у нас 10 минут есть, чтобы дописать эту формулу. Так, dr. r в степени n минус r в степени n минус 1 плюс лямбда. Здесь стоит произведение площади n минус 1, которую мы знаем, эту формулу. И стоит функция усреднения лямбда усреднения по омеге как функция от r. Вот. Такая формула. То есть получили мы некий одномерный интеграл. Омегу мы сейчас, конечно же, вынесем. Так, равняется омега n минус 1. Так, давайте я напомню формулу. Омега n минус 1 это 2 в степени p n пополам гамма от n пополам. Так, и умножить на функцию только от r. От нуля dr r в степени n минус 1 плюс лямбда и на функцию лямбда омеговская от r. Во. Иными словами, если мы знаем функцию лямбда как функцию от r, мы свели это действие n-мерной функции r в степени лямбда к одномерной функции я напомню, что у нас r всегда неотрицательна, поэтому такой интеграл соответствует ну примерно вот такой функции, где под x мы будем подразумевать r. Иными словами, это равно действию функционала r n-1 плюс лямбда на функцию лямбда большое от r. Вот. А поведение такой функции мы знаем, мы помним ее вычеты, помним, что если ее разделить на вот такую функцию, то будет хорошо и так далее. Дальше. Мы помним, что вычеты функции, да, плюсик, плюс, разумеется, здесь стоит, плюс, обобщенная функция r с плюсом. так, мы помним, что функция x плюс в степени лямбда у нас имела вычеты в точках, точнее, не вычеты, она имела полюсы, полюсы в целых отрицательных точках, и вычет этот, и вычет в этих полюсах был равен, был равен, так, сейчас, скажу, x плюс лямбда был равен минус единица, значит, лямбда равнялась минус n, минус единица в степени n минус 1, дельта, нет, вычета не было, дельта n минус 1 от x и делить на гамма, в общем, на n минус 1 пополам, ой, на n минус 1 факториал, вот, что у нас было, таким образом, если, теперь, если вот это число будет являться некоторым отрицательным целым, давайте его назовем минус m, n минус 1 плюс лямбда, равняется минус m, где m натуральное, то у нас будут полюсы вот в такой обобщенной функции. Соответственно, полюсы функции, подействованные на лямбду, давайте я их напишу, полюсы, x плюс, ну там какой-нибудь лямбда хорошо, лямбда, так, нет, лямбда плохо, у нас слишком много лямбд, давайте mi, mi пусть будет, mi, так, полюсы x плюс в степени mi на вот любую функцию, в данном случае вот эту, ну пусть лямбда, у нас равнялись соответственно производной n минус первой функции лямбда в нуле на n минус 1 факториал, так, и соответственно если производные, все производные этой функции лямбда в нуле живы, то мы можем ожидать, что при при всех лямбда равных минус m плюс 1 минус n у нас будут полюсы обобщенной функции r r плюс в степени вот этой, ну то есть та, что соответствовала исходной функции r степени лямбда, да. соответственно, соответственно, подставляя сюда вот эти m, мы получаем следующее, лямбда равняется минус n, так, минус n минус 1, это если двоечку подставить, ну и так далее. если m растет и бегает по натуральным числам, то получается серия полюсов минус n, ну и так далее, в общем, минус n минус m, вот, ну или там k какая-нибудь, хорошо. Так, но мы еще не знаем, что это за функция лямбда. Вдруг окажется, что какие-то из этих чисел равны нулю. Поэтому мы должны это отдельно исследовать. Вот. Ну давайте будем исследовать именно сейчас до закругления я скажу до завершения сегодняшнего семинара я скажу что-нибудь об этой функции. Итак, функция лямбда, вот эта, с индексом омега и аргументом r, это было усреднение функции в общем, единица на омега, усреднение функции омега n минус первое, усреднение функции фи, да, фи, вот так, фи от rn d омега n минус первое, вот. Это был такой интеграл. теперь давайте, теперь если его, если функцию фи разложить теперь по всем координатам, вот я опять стираю это rn и пишу x, все x, n минус 1 интеграл фи от x вектор n d омега n минус 1. Тогда мы можем разложить функцию x, то есть функцию фи по x, по n мерному x, мы можем разложить в ряд Тейлора. Можем и хотим и сделаем. Так, вот это нам наверное еще понадобится. Так, хотим и сделаем. Как мы разлагаем? Я напомню, n мерное разложение Тейлора фи от вектора x это экспонента от скалярного произведения x на наблу. Мы только что где-то это уже видели применительно к совершенно другому математическому объекту. Так, и подействованное на функцию фи. Вот. на фи от нуля. И потом берем x равное нулю. Сейчас. Ну да. что получается в нашем случае. Получаем фи в нуле плюс сумму x и тых ну давайте сумму я не буду писать д и тых фи потом опять же в нуле берем после дифференцирования плюс одна вторая x и тых x и тых и тых житые по двойным индексам всюду подразумевается суммирование д и т и д житые фи опять же в нуле ну и так далее. ну в общем плюс одна шестая с тремя индексами x житые x катые и так далее. И дальше что мы видим вот дальше что мы видим вот после того как мы продеференцировали в каждом слагаемом этой экспоненты по фи и положили фи равна и положили аргумент равный нулю у нас вот вся вот эта часть каждая она является константной теперь если мы интегрируем все вот эти x мы их теперь интегрируем по единичной сфере. Вот я продолжаю до равенства единица на омега n минус 1 интеграл по единичной сфере здесь стоит фи в нуле плюс линейная часть x и t ну вот вот это вот все эти числа будут какое-то число будет а и t ну хорошо не а и t b и t вот эти числа будет матрица вторых производных она же гисиан вычисленная в точке ноль то есть будет плюс одна вторая x и t x житая ну какая-то матрица b и житая пусть будет плюс и так далее и мы все это интегрируем по единичной сфере d омега в результате получаем что ясно что все нечетные x будучи проинтегрированы по единичной сфере будут давать нули просто в силу симметрии поэтому в таком разложении у нас будут выживать только нечетные только четные степени тейлорова разложения ну давайте я в качестве примера вот такое приведу то есть если мы интегрируем например первая слагаемая интеграл фи от нуля разумеется по сфере да с н минус один д омега н минус один это константа просто это площадь сферы на это число фи от нуля теперь если мы интегрируем два х ит икжит по сфере д омега н минус один теперь опять вспоминаем что у нас х это r на соответствующий вектор единичный то есть это будет r квадрат интеграл s n минус один n и т н ж т но это какое-то число будет точнее не число а некий тензор по ижит ему n минус один который легко установить то есть вот такую штуку легко установить чему она равна путем так да путем нормируем путем свертки ну то есть мы сравниваем это с n квадратом а такая штука может быть пропорциональна только кранекеру по ижи поскольку это единственный тензор второго ранга который есть у нас в пустом пространстве вот ну давайте я сразу же то есть общий метод будет такой n i t n g t пи интегрируем это некое число а на кранекер дельта ижи t сворачиваем их по индексам и ижи получаем скалярные произведения а скалярные произведения равно единице поэтому интеграл этот же пи n квадрату d омега а мы знаем это просто сама омега нет сейчас как но ну на число измерений конечно же будет равно ну то есть сумма трех единичных не трех а сумма n единичных векторов нам даст n число n на а дельта и ж в результате получаем что а равняется да фу все наоборот n квадрат здесь будет единица а свертка в правой части нам даст n вот поэтому слева стоит омега n минус первая и а равняется омега n минус первая делить на n что будет для других четных степеней то есть где четное число вот этих компонент мы расскажем на следующем семинаре а на этом двадцатая лекция наша закончилась до свидания